Виолетта Ефименко 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 На презентации уникальных экземпляров книгопечатных трудов показали книги из сокровищницы храма «Всех скорбящих радость». Эти образцы 17-18 веков – часть бесценной коллекции, которую собирал отец Пантелеймон, первый настоятель храма. Среди них есть экземпляр, которому около 350 лет. Уникальной возможностью прикоснуться к бесценным фолиантам прошлых веков воспользовались и школьники Десногорска. Литературные сокровища вызвали у них неподдельный интерес. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Марина Якубишина, Десна-ТВ. Смоленские полицейские всего за одни сутки раскрыли 14 преступлений. В ходе проведения мероприятий «Правопорядок» в Смоленской области зафиксированы кражи, сбыт наркотических веществ, угрозы убийства. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. 172 административных нарушений и 14 изъятий оружия. Далеко не все цифры. 60 фактов нарушений правил дорожного движения, в том числе и в пьяном виде, пресекли инспекторы ГИБДД в тот день. Всего в мероприятии принимали участие более 200 сотрудников полиции. 17 марта отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России. Но несмотря на праздник, отдыхать десногорским коммунальщикам некогда. Они ежедневно выходят на свои позиции и терпеливо и качественно выполняют свою работу. Подробности в сюжете. Посыпанные песком дорожки, чистые подъезды и ухоженные дворы воспринимаются как обычное дело. Но чтобы горожане жили в комфортных условиях, работники коммунальных служб прилагают немало усилий. Ежедневно в борьбу за чистоту вступают бригады дворников, уборщиков производственных помещений и мусоропробода. У большинства за плечами многолетний стаж. Некоторые трудятся более 30 лет. За это время каждый из них своими руками убрал не одну тонну мусора. Это работники, на которых можно положиться на все 100%. Ты дал им задание и уже на 100% уверен, что это будет выполнено. С каждой сменой сезона у коммунальщиков появляются новые заботы. Зимой они очищают улицы от снега и сбивают сосульки. Весной убирают с улиц песок, который зимой спасал от гололедицы. Уважать их труд и поддерживать чистоту совсем не сложно. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Сотрудники частной смоленской клиники обвиняются в хищении денежных средств на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. Эти деньги выделили из бюджета территориального фонда медицинского страхования Смоленской области. Они предназначались для проведения экстракорпорального оплодотворения 29 женщин. Но на деле процедура не проводилась. Обвиняемые врач и генеральный директор клиники свою вину признали и возместили причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд. Межсезонье – это особый период, когда защитные силы организма падают. Чтобы помочь организму укрепить иммунитет, необходимо правильно и вкусно питаться. Как это сделать, смотрите в сюжете. Копель, таяние снега – первые скромные лучи весеннего солнца. Весна – долгожданное время года, от которого ждешь только приятных событий. Метели и сугробы позади, и хочется просто наслаждаться хорошей погодой и хорошим настроением. Но даже к такому безобидному времени года лучше подготовиться заранее. Жители Десногорска знают, как правильно запастись витаминами. Больше нужно кушать овощей, фруктов. Летом их всегда, мы как бы летом кушаем. А весной и зимой нам их не хватает. Зимой, осень, весна – вот этот период, когда там обычно комплексные какие-то витамины. Там морковку, фрукты, яблоки, бананы. Но достаточно ли будет кушать больше фруктов и овощей для хорошего самочувствия? Поможет ли это избежать состояния, которое называется не совсем дружелюбным словом «авитаминоз»? А витаминоз в современном обществе не присутствует. Более корректно употреблять понятие гиповитаминоз, потому что особенно в зимний, а весенний период времени поступление витаминов снижается в организме, нет свежих овощей, свежих фруктов. Как это ни назови, а факт остается фактом. В осенне-весенний период особая диета особенно важна. Как понять, подвержен ли человек сезонному гиповитаминозу? Гиповитаминоз может проявляться общей слабостью, шелушением, сухостью кожи, ломкостью волос, ногтей, улучшением самочувствия, в общем. Избавиться от этих неприятных симптомов может помочь несложная диета, которой желательно придерживаться в период межсезонья. Нужно кушать, вытрянуть пищу и фрукты свежие, и овощи свежие. В зимний-весенний период рекомендуется употреблять квашеную и моченую капусту и яблоки. И, конечно, поливитамины. Правильно подобранный витаминный комплекс поможет восполнить недостаток полезных веществ и микроэлементов. Следить за своим здоровьем не так сложно. И тогда, в летний период, вы войдете с улыбкой и хорошим настроением. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна-ТВ. В Смоленске в культурно-выставочном центре имени Тенишевых открылась раритетная выставка «Дамская сумочка и кошелек». Здесь представлены аксессуары дам прошлых столетий. Всего более 60 экспонатов. Дизайн каждой из них неповторим. Большинство сделано вручную в Европе и России. Каждый экземпляр на выставке является частью истории. У каждой сумочки и кошелька была своя хозяйка. Раритетные экспонаты, которым более 200 лет, выглядят роскошно и сейчас. Увидеть футляр из перламутровой раковины для духов, сумочку со свистком, кошелек из бисера и монетницы можно до 2 июня. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова